Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Ру Флорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я риэлтор в центральной Флориде, точнее город Орландо. В предыдущем видео мы показывали вам дом, который мы просматривали с Юлей для моего покупателя. Критерии остались те же самые, с того дома мы проехали уже в этот. Критерии те же самые, чтобы цена не превышала 450 тысяч. Это может быть три спальни, четыре спальни, без разницы. Размер дома тоже особо не важен, но главное, чтобы это был частный дом со своим каким-то двориком. Сейчас мы находимся опять-таки в этом же районе метровест, где находился другой дом, только это иное комьюнити. Этот комьюнити уже попроще, ворот нет на въезде. В принципе, мы проехали, оно аккуратненько, опять-таки вот озера с моей стороны слева, очень красивое озеро. Дом сам выглядит тоже попроще, чем предыдущий. Но давайте посмотрим, что нас ожидает внутри. Прежде чем мы зайдем, пробежимся по цифрам. Цена дома 445 тысяч. Год постройки 1987 год, он старше, чем предыдущий. Размер 2074 квадратных фит, что в переводе на метраж, 193 квадратных метра. Три спальни, две ванных. Кстати, цена дома получается, там за четыре спальни прошлый дом был 420, этот за три спальни 445, но метраж немножко-немножко побольше. Эчуэй 54 долларов в месяц. Уже видите разницу, тот Эчуэй был 200, я уже не помню, 215 по-моему. Здесь 54. Опять-таки я говорю, попроще комьюнити. И налог на дом 3900. 3900. Участок, размер участка 0,15 акра, кстати, побольше, чем в предыдущем доме. Сделан дом из блока. Какие еще вопросы я пропустила? Мне кажется, все, на все ответила. Хорошо, давайте пройдем, посмотрим, что нас ожидает внутри. Если мы помним, в том доме требовался ремонт, причем такой хороший ремонт требовался. Конкретный. Да, в этом доме, кажется, ремонт уже сделан. Все свежее. Плиточка интересная. Минус потолок низкий. Я не знаю, если это будет какой-то причина. Но вот именно вот в этом, вот в этой комнате. Так, я вот, пожалуй, стану в угол. Снова здесь living room для приема гостей, уголок. Можно диванчики поставить. Здесь столовая. И что, как дерево мы делали? Слушай, плитка очень симпатичная, она под деревом. Да, да, да. Тут такое все. Интересный дизайн. Это дерево. Угу. У меня такое ощущение, что это именно владелец сам решил вот так сделать. Ну, возможно. Для себя. Для себя, да. Именно. Не для продажи. Не для продажи, да. Ты знаешь, пока ощущения хорошие. У меня ощущение от домов всегда при входной двери. Ну да, да. Я чувствую. Стол. Здесь, посмотри, высокий потолок уже. Так, тут уже повыше. Это плюсик. Потолок повыше. Кухня современная. Современная кухня. Смотри, какой космос красивый. Это потом посмотрим. Да, ладно. А можно сказать, у нас тоже новые. Шкафчики новые, да. Шкафчики новые. Новая кухня. И, кстати, очень похож гранит. Нет, не новые. Не новые. Не новые? Хорошо вымытые, да. Ну, хорошо, не старые. Кстати, с доводчиками. Обратите внимание. Миша, привет. Да, Миша, привет. Две. Нравится, что здесь две раковины. И есть для фильтрованной водички также. Холодильник хороший, новый. О, да. Хороший холодильник. Он еще даже в пленочке. Да, это плюс. Хорошая плита с духовым шкафом. Как и микроволновка. Нужно, да? Как и нужно. Сравните тот дом, мы ссылочку дадим в описании, если кто не видел. Приятное такое прям ощущение от самого дома. Очень. Да, да. В целом. Такая хаура вроде хорошая. Да. Здесь место для завтрака. Уголочек. Давайте посмотрим. Вот такое вот место для завтрака. Около кухни. В целом. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Так, вот. Как это называется? Ливинг-рум. Это гостиная. Гостиная. Тут вот с одной стороны камин, а с другой стороны, что должно быть? Диван или телевизор? Слушай, здесь такое впечатление, что здесь телевизор. Но я бы телевизор повесила над камином. Но опять-таки... А не будет ли огня от камина, так что жаром? Опять-таки нужно понять, какой камин. Если он натуральное дерево, тогда сюда телевизор не повесить. Да. Я думаю, что это натуральное дерево. Да, так похоже. Смотрите, там все вот, как вот стоит свечка. Кстати, здесь я вижу какие-то следы, то ли от протечки. Нужно будет уточнять. Да, да. Насколько это актуально, да? Да. Течет, не течет? Может быть, зафиктировано уже это было. То есть, честно говоря, жалко сидеть спиной к камину. Ну да. Если телевизор вешать. Кажется, у них был телевизор на той стене. Ну, либо какое-то панно. Что-то такое. Понятно, обесело. Ну, по идее, над камином должен быть телевизор. По идее. Скажи. Ну, я думаю, разберутся. Может быть, там и есть возможность его поставить. Даже. Можно удлинить вот это, сделать пошире над камином полочку. И уже просто поставить телевизор. Так. Не обязательно вешать. Ну, хорошо. Идемте дальше. Хорошо, да. А то мы над камином зависли. Не, очень, очень уютная гостиная. Ну да. Она не такая большая, как в том доме. Поменьше. А, здесь у нас пейнтери нашли. Ага, со светом. Ты погляди, чего. Здесь свет даже есть. Включается. Полы, кажется, по всему дому положили плитка. Уже радует, что нет разношерстных полов. Это да, это плюс. Мы ходим здесь, давай сразу, чтобы не пропустили гараж. Так, 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 гараж на две машины. Смотри, какие. Ух ты, стиралка, сушилка здесь. В гараже. В гараже. Я часто встречаю старых домах. Да. Смотри, они новенькие. Это уже еще в пленочке такие прям красивые. Это было, но что они новые, да? И они прям дорогие. Ну да, это дорогие. Нравится мне вот это вот, кстати, в гараже. Видишь, у них полки. Сюда можно складывать декорации. Всякое разное. Сезонные. Всякое разное. Чемоданы. Да. И тут тоже полочки. Да, хорошо. Водогреватель. Не новый. Да, не, не новый. Не новый, но... Так, он, кажется, 2002 года написан. А, окей. Значит, меняли. Хорошо. Проходи дальше. Так, что у нас здесь? Далее, далее. А, гардеробная. Ты посмотри на... Ну, как-то... У них очень много шкафчиков, да? Странное место для гардероба, но прикольно. То есть ты оделся и вот вышел туда. Пошел гулять. Так, проходим. Небольшая гостевая спальня. Да, тоже небольшая. Потолки невысокие. Но что мне прям радует глаз, это полы. Что они везде одинаковые, они везде поменены. И плиточка такая симпатичная. Небольшая гардеробная. Ну-ка, дай-ка я посмотрю еще. Вот что у нас здесь. Столько дверей. Ага, не говорили. Да, кондиционер. Слушай, вот он похож на новый. Вот он новый, да, похож. Но нам надо еще будет обратить внимание на ту часть кондиционера, которая снаружи бывает. Внутри меняют, снаружи оставляют. Смотри, как сделано тоже хорошо. Ага, слушай, ванная тоже новая, помененная. Я имею в виду раковину. Шкафчик поменен. Ванная сама чистенькая, но старая. Это не новая. Ну, как минимум, не только что помененная. Ничего, симпатично. Еще одна небольшая гостевая спальня. Так, что у нас здесь? Интересно, интересно. У нас соседи выходят. Дальше идем. А ну-ка, дай-ка еще одну дверку. Вот, вот. Посмотрите, как много дверей. Вот здесь вот полочки для белья, предположим. Вот. Это хозяйская спальня. Смотри, тоже высокий потолок. Сразу видно в хозяйской спальне. Комната хорошего размера. Ну да, здесь уже хороший размер. И высокий потолок. Так, так. Вот здесь даже две гардеробные. Гардеробная М. Гардеробная Жо. Жо побольше. Интересно, это звучало, но ладно. Так, что у нас здесь? О, здесь тоже, кстати, поменяли, посмотри. Здесь тоже сделали душевую кабину. Двойная раковина. Знаешь, очень приятный дом. Надеюсь, у нас больше никаких сюрпризов. У нас здесь не третий. Да, да. Но все как бы... Две раковины. Все чистенькое, все новое. Да, единственное, знаешь, что? Минус. Это все-таки мастер считается, да, ванная? Она маленькая. Посмотрите. Вот это минус. То, что здесь только душ. И все. И вот. И все. Ну что? Ну да. Танц, танцевать? Ну да. Кому что надо? Так, мы можем выйти или с гостиной, или давай отсюда выйдем на веранду. Так, выходим. Раз мы уже здесь. В общем, можно с хозяйкой спальни тоже выйти во двор, и можно с гостиной выйти во двор. И вот отсюда, вот посмотрите. А это что за сцена? Ты знаешь, я видела это на фотографиях, и как будто это хаттап. Я тоже думаю, что это хаттап. Там есть какой-то травик, но он закрыт. Как бы нам подглядел. Очень ничто. А что это такое? Тут не написано. Ну вообще хаттап, это понимаете, это как по-русски, это называется джакузи, грубо говоря. Но почему она закрыта и торчит только кусочек, да? Что это вот? Это кран. Это кран. Очень странная конструкция, конечно. Но вот здесь, скорее всего, должен быть джакузи. Ты знаешь, ничего в лестнике не написано. Нужно будет спрашивать агента, что это. Но похоже, что это хаттап, да. Вообще, как вот лестница и вот это все, да? Как в турецких банях. Да, да, да. Кстати, я не обратила внимания, что крыши в этом доме поменены. Новые. Новые. Это плюс. В 2021 году это очень большой плюс. Потому что сколько стоит примерно сменить сейчас крышу на такой дом? На такого размера дом, наверное, 20 тысяч. Вот так-то. Извините, это уже тебе даже не 4 тысячи, не копеечки. Так, выходим во двор. Дворик небольшой, но он есть. Этого достаточно. О, смотрите, сарайчик имеется. Так, что еще? Попробуем заглянуть. Да, дворик небольшой, совсем небольшой. Сейчас сарайчик какой-то без дверей. Сарайчик, да, заколоченный. Здесь есть дверь, но не открывается. А, она ездит, ездит в сторону. Ну, она, наверное, закрыта, да. Я вижу колесики, да, вот. Ну, колесик, видимо, вылетел. Да. Ну, ладно, хорошо. Там, ух ты, собачка. Где собачка? Так, подожди, это все еще? Мы еще не весь двор посмотрели. Подождите. Слушай, дай я собачку покажу. Все, собачка. Все, собачка, осторожно. Иди сюда. Собачка, где ты? Собачка. Короче. Сейчас нас снимают. Как интересно здесь. Вот какой двор еще. Ага, то есть тут, смотрите, вообще есть, где фантазии разгуляться. Да. Здесь можно сделать ту же самую летнюю кухню. Или посадить что-то такое. Или для детей. Мне нравится то, что соседей близко нет. Да. И тихо, да, нет проезжей части. Это плюс. Вот у меня теперь такой вопрос. Интересно, при ливневых дождях, Надеюсь, сюда идет или как. Нет проблем. Обычно там, где есть холмы, здесь строят хорошую дренажную систему. Да, да, да. Ирегационная система очень хорошая здесь. Вообще у нас во Флориде. Дождей много. Они обильные. Какой-то самолет пролетает. Ну, уютненько, слушай, из-за того, что здесь большие деревья, посмотрите, такие дубы старинные. Здесь все в теньке. И очень даже мило. А вот там злые собаки-бабаки. Ну, ты знаешь, мне пока понравилось в целом. Так, что еще? Слушай, так это вот, настоящий камин. Смотри, труба. Да, точно. Прикольно, да? Сейчас новых домов с настоящим камином практически не строят, да? Это вот старые только в основном дома. И тут... А, кстати, вот что я хотела посмотреть. Здравствуйте, здравствуйте, собачки. Смотри, кондиционеры они внутри поменяли. А здесь старый юнит. Вот это нужно заменять. Да, этот старенький, видно. Смотри, у них у всех, ну, вот во всяком случае, вот, которые я вижу, дамы, они все с трубой. То есть они все с каминами. У всех есть камин. Угу, посмотри. Вот такой вот интересный камин юнити. Ну, ты знаешь, опять-таки, цена неплохая за частный дом с двориком. Да. Единственное, тут забор, конечно, но с ним надо что-то делать. Он уже такой, вон, носики пролазьют у собачек. Вот, будете знакомы. Ну, мне очень нравится вот эта комнатка. У нас она называется Florida Room. Флоридская комната. Предбанник. Предбанник. Не, ну, это такое что-то необычное, что здесь есть хот-тап, то есть джакузи. Не знаю, работает она, либо это надо ставить по желанию, кто хочет. Ну, мы в этот, если моему покупателю понравится выбор этого дома, то мы сюда еще вернемся, все повнимательнее рассмотрим. Выключаем свет, заканчиваем нашу съемку, заканчиваем нашу съемку, а также спрашиваем, понравилось ли вам это видео, этот дом. Я думаю, друзья, что вы с нами, друзья, что вы с нами, мы очень рады вас видеть, надеюсь, вам один из этих домов понравился. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои комментарии, возможно, это не наша последняя охота, нужно посмотреть этот дом, правда, 10 дней на рынке, ты знаешь, долговатый для нашего рынка. Обычно улетает все в первые пару дней, может быть, опять-таки, как бы из-за цены 445, но если сравнить вот эти два дома, я даже не знаю, какой лучше выбрать, там комьюнити. Да, да, там комьюнити красивее, в целом дом свежее, если вы сделаете ремонт такой, как здесь, да, с полами и с кухней, то тот дом как будто бы лучше. А вот в том состоянии, в котором он сейчас, лучше этот дом, да? То есть я согласна. Что вы скажете? Кухня здесь шикарная, честно говоря, мне очень нравилась кухня. Мило. Все, что мне важно самой в моей жизни, это чтобы была хорошая кухня и был дворик. Здесь это все есть, школы опять-таки те же самые, хорошие элементы, что нам было необходимо. Ну, до следующих встреч. Да, пока-пока. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok